Как привлечь молодых людей в спорт? В Павлодаре подвели итоги выездного заседания Совета по молодежной политике при президенте. В работе форума приняли участие представители организаций со всех регионов страны. Разработали члены Совета и несколько рекомендаций по развитию спортивной инфраструктуры. Пленарное заседание транслировалось в режиме онлайн. Обсуждаемые вопросы оказались настолько важны для молодежи, что в Павлодар съехались представители всех регионов Казахстана. На повестке дня самое актуальное – спорт. Перед казахстанской молодежью сегодня стоит задача максимум – массовый спорт необходимо популяризировать повсеместно. Только со здоровой нацией мы сможем обеспечить свое будущее. На сегодняшнем пленарном заседании мы определили пути решения проблем по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в Казахстане насчитывается 33 тысячи спортивных сооружений. 21 тысяча из них находится в сельской местности. Потребность в физкультурно-оздоровительных залах составляет более 1 миллиона квадратных метров. Тем не менее, молодежь стремится заниматься спортом. В одной только Павлодарской области процент вовлечения детей и подростков в спорт в этом году достиг рекордных 48%. На следующий год уже будет построен 15 фоков в шестих регионах, где остро не хватает спортивных объектов. И в дальнейшем, до 220 года, ежегодно будут строиться спортивные физкультурно-оздоровительные комплексы. Помимо еще минимальной спортивной зоны, то есть это спортивные площадки. На молодежном пленере был сформирован пакет рекомендаций по развитию в республике спортивной инфраструктуры и вовлечению молодежи в спорт. Аким Павлодарской области предложил программу из семи пунктов. Главная ее цель – увеличить охват детей и подростков спортом в ближайшие 2-3 года в 2, а то и 3 раза. Мы от Павлодара берем очень многое, так как, как вы знаете, в начале года здесь заработал Центр обслуживания молодежи. Там консультируют молодежь по разным направлениям. И эту работу мы намерены продолжить у себя в Атравской области. Как ожидается, уже скоро в Павлодаре появится еще 10 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов. Почти в каждой общеобразовательной школе откроются футбольные площадки и завершится строительство спортгородка с шестью многофункциональными спорткомплексами. Ирбул Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, Павлодар.